Мое глубокое убеждение, что, к большому сожалению, наше государство такую задачу перед собой не ставит. Тому подтверждение то, что премьеру в 2014 году был присоединен только Крым, а иные референдумы, в частности в Абхазии, в Южной Осетии, в Приднестровье, так и остались референдумами у второго сорта. Так же тому, на мой взгляд, подтверждение, что сейчас 15 числа в России, между Россией и Японией состоится некое действие, согласно которому вполне возможно фактически будут переданы части Южно-Курильских островов. Поэтому, конечно, нет. Но наша партия в своей программе, в своих заявлениях такую задачу, безусловно, ставит. Потому что мы видим, единственное возможное будущее – это объединение всех братских народов, которые сплочены общей историей, общими связями. И для нас это одна из самых высших задач вместе, конечно, с социализмом, социальной справедливостью. Это Денис Зомер, секретарь ЦК Объединенной Коммунистической Партии. Сейчас уже слово первому заместителю председателя Московского регионального отделения партии «Яблоко» профессору доктору политических наук Алине Михайловой. Галина Михайловна, пожалуйста. Ну вот коммунисты никогда у этих самых братских народов не спрашивают, хотят они объединяться или не хотят они объединяться. У кого не удержали в свое время в Российской империи – Польша, Финляндия, те ушли, и Западная Украина ушла. Потом Пакт Молотова-Риббентропа обратно забрали. И эти самые народы всю жизнь мечтали, во всяком случае часть из них, жить самостоятельной жизнью. Что они быстро и сделали, когда начал распадаться Советский Союз. А знаете, сейчас уже в одну телегу впречь не можно коняить трепетную лань. Прибалтика сейчас – это Европейский Союз, Средняя Азия идет вообще в другую сторону, в сторону султанатов. Ну а вот что касается позиции нашей партии, обменяемся с моим визави. Мы считаем, что Россия – это европейская страна с европейской культурой, и мы должны принадлежать к сообществу европейских народов. Естественно, на основе демократии и либеральных ценностей. Тогда будет сразу несколько уточнений. Вы последние, Галина Михайловна, были, поэтому у вас сразу и уточню. Но тогда вы говорите о другом Союзе, но все равно Союзе. Вы знаете, мы сейчас живем в эпоху геополитических изменений и союзов разнотипных. На самом деле, основатель «Яблока» Григорий Ильинский в свое время разработал проект, связанный с существованием экономического союза. То есть были шансы сохранить экономическое сообщество, из которого бы, может быть, могло родиться что-то похожее на Европейский Союз. Но сейчас время уже ушло. Сейчас этого уже не получится никак. Разные решения... Евразийский Союз, Таможенный Союз. Это все бумаги. Это точно так же, как союз, союзное государство России и Белоруссии. Ничего, кроме бумаги и чиновников, там нет. Потому что, на самом деле, если мы конкретно посмотрим на то, какую политику проводит Белоруссия, какую политику проводит Казахстан, они, извините, на двух стульях сидят. На одном российском столе, а на втором европейском. А Казахстан еще на одном китайском. И выбирают, кто посильнее будет, кто денежек больше даст. Свободное перемещение граждан, свободное трудоустройство. Это все тот самый, как вы говорите, мифический союз России и Белоруссии. Ну, вы знаете политику, посмотрите, какую проводит Лукашенко. Он старается иногда у России больше выпросить, когда Россия ему не дает. Он идет к Европейскому союзу. Иногда даже угрожает некоторым образом. Потому что общие границы, это еще не все. Самое главное, денежки. Знаете, дружба-дружба, это бачок-то в рось. Это Галина Михайлева. Сейчас уже обращаюсь к Денису Зомеру. На всякий случай просто напомню, что если вы упоминаете о неких переговорах с Японией, то Япония-то возвращает нас к договору 1956 года, который принимался еще во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Поэтому, когда вы говорите о том, что сейчас Россия будет проводить с Японией какие-то переговоры, так это же вы затеяли. Ну, знаете, в чем тут суть ситуации состоит. Если мы признаем итоги окончания Второй мировой войны, а мы, естественно, их признаем, потому что мы государство-правоприемник Советского Союза. Это сказано, собственно говоря, в наших основополагающих актах. Именно место Советского Союза, по сути, заняла Российская Федерация в Совете Безопасности ООН. То, на мой взгляд, конечно, ни о каких переговорах стоит по заключению мирного договора и отдачи каких-либо территорий идти не может. Тем более, в 1956 году, насколько мне не изменяет память, об этом так и не смогли договориться. Но тут речь идет о другом. По причине того, что японская сторона отказывалась, а не советская. Тут речь идет о другом. Мой оппонент правильно заметил, что действительно, когда, например, Крым стучался в 2014 году в состав России, он стучался не в Российскую Федерацию, а в некую обществ народов, которые воспринимают в виде Большого Советского Союза, Российская империя. Вот. И это очень важно. То есть надо понимать, что любые союзы можно начинать и делать только тогда, когда есть общность экономической, политической ситуации. В настоящее время, на мой взгляд, не политическое руководство нашей страны, не политическое руководство других бывших стран Содружества независимых государств, еще одно, кстати, образование обманки, которым в 1992 году наградили всех бывших граждан Советского Союза, объявив о том, что там будет и общие вооруженные силы. И, собственно говоря, это просто переименованный СССР. Я просто в тот момент переходил из детского сада в школу, так получилось, просто я 1985 года рождения. Вот. И в детском саду нас еще учили наше государство СССР, в первом классе учили, что наше государство СНГ, а вот уже во втором классе выяснилось, что у нас государство Российской Федерации. То есть вот такое сплошное вранье. Чтобы этого не было в настоящее время, на мой взгляд, очень важно расставлять приоритеты, прежде из которых это, безусловно, необходимость сохранения, по крайней мере, нынешней Российской Федерации, стремление объединить народы, которые к тяготеют к Российской Федерации, и не упускание, собственно говоря, своих территорий в угоду сиюминутным политическим и экономическим решениям. Когда вы говорите о том, что там происходило с вами в 1991-1992 годах, то это объективная реальность. Конечно, я не говорю, что это субъективная реальность. А когда вы говорите о том, что нужно объединить все братские народы, то, знаете, очень навевает истории с мировой революцией, нет? Правильно, навевает. И, безусловно, без... А, то есть ваша цель – мировая революция? Нет, смена экономической формации, она необходима для того, чтобы построить справедливое государство. Во всех братских народах? Конечно, во всех. И, на мой взгляд, в нынешней ситуации полноценного братского союза народов, к сожалению, невозможно. Но мы, безусловно, выступаем за восстановление Советского Союза. То есть вы предлагаете в очередной виток революции совершить во всех соседних государствах? Чтобы наш народ, который, безусловно, великий, да, то есть могучий, с могучей историей, с могучими победами, столетие Октябрьской революции в следующем году мы будем отмечать, все-таки не занималась тем, что постоянно занимается поминками того прошлого, которое было там. 55 лет победы, 75 лет победы, великая победа, ну, сплошное упоминание. Ничего нового не победили. И вот то, что за это время удалось наработать, нам необходимо, безусловно, приумножить и пустить в жизнь. Только в этом случае наша страна сумеет добиться новых высот. Без этого это невозможно. Денис Зомер сейчас Галина Михайлева сразу хочет возразить. Ну, вы знаете, 17-й год, это незаконный переворот, это незаконный заклад власти большевиками. А февральская революция? Разгон учредительного собрания. Февраль вы признаете? Февральская революция, это февральская буржуазная революция. А вы будете праздновать столетие февраля, кстати говоря, интересно. А вот давайте вы не будете меня перебивать, коммунисты это любят очень делать. Простите. А вот я скажу, да, а потом вы мне ответите. И история показала, что коммунистические режимы, режимы тупиковые, нигде никакого социализма нормального построить не удалось. У нас осталось два реликта. Это Куба, которая, скорее всего, повернет сейчас после смерти Фиделя, и Северная Корея, где люди траву едят. То есть это неэффективный режим. Про траву вы откуда знаете? Читаю источники. Южнокорейские? И уверить нельзя там пропаганда? Международная, а у нас пропаганды нет. Пропаганда своя есть везде. Но дело не в этом. Дело в том, что мировое сообщество собирало гуманитарную помощь для них. И нельзя повернуть назад, понимаете? Потому что все повороты назад, они окажутся очень негативными для граждан, для вашего личного благосостояния. Когда у вас придут и будут отнимать у вас квартиру, вашу машину, ваш земельный участок, и не дай бог еще сошлют вас на Колыму. Так это Денис Валерьевич и придет у вас отнимать, Галина Михайловна? Я ничего у Галины Михайловны отнимать не буду. Я уверена, что до этого не дойдет. Я уверена. Не потому, что до этого не дойдет, а просто потому, что надо говорить о том, что у обычных граждан, у людей, которые своим трудом зарабатывают на хлеб и на свое проживание, собственно говоря, никто никогда ничего отнимать не будет. Ну отнимали же. И мы, простите, речь сейчас все-таки ведем немножко о другом. Мы говорим о том, что в будущем все-таки возможно возрождение, и те режимы, которые вы назвали режимами, да, то есть тот же кубинский режим Великой Кубинской революции, подтвердил свое существование. Фидель ушел в вечность, вот. При этом Куба продолжает жить и меняет свои курсы. И поверьте мне, она не изменит свои курсы. Так же, как и вся Латинская Америка, которая смотрит на советский опыт, на советское прошлое. Мы же его увидим, Денис Валерьевич. Скорее всего, во всяком случае, на Кубе думают не так. На Кубе как раз говорят о сближении с Соединенными Штатами. На Кубе сейчас вводят элементы частной собственности. Ох, отвлекаемся. Нам бы здесь разобраться. Элементы частной собственности на Кубе начали вводить еще с 0-х годов. Но это ладно. Да, да, да. Вот нас интересует все-таки вот Российская Федерация, государство, которое вокруг нее, на почве чего объединяться сейчас возможно. Если вы говорите о некой идеологии, то для начала она должна победить. Чтобы она победила, нужно, чтобы у вас, как это, срослось во всех соседних государствах. Конечно, именно так и должно быть. То есть, по крайней мере, для того, чтобы зажечь, скажем так, новое пламя справедливости, то есть новое пламя социализма, необходимо, чтобы хотя бы в одной из республик произошла победа прогрессивных сил. То есть сил, которые стремятся к социализму, к народовластию, к смене политической системы на более справедливую. Вот. И мне кажется, что это возможно. На иных вещах, таких, как многие любят упоминать, там, кровь и почва, собственно говоря, возникает, к сожалению, только розни. Помните, на чем в свое время пытались разорвать Советский Союз и на чем пытаются сейчас стравить русских, например, с кавказскими народами? О том, что в свое время говорилось о том, что русские кормят там Среднюю Азию, а сейчас говорится, что русские уже начинают кормить собственный Кавказ. Вот. То есть часть Российской Федерации, в данном случае, русские, это не как национальность, а как вот понятие, как бы, да, гражданское, в данном случае, гражданин России. Вот. Это социокультурная. Социокультурная, да. Я очень важную вещь хочу сказать, что это как раз коммунисты, насмотревшись на австрокоммунизм, придумали идею права на самоопределение. Да. Это была основных из базовых идей, одна из базовых идей, на которой был основан Советский Союз. И что в результате получилось? В результате получились ситуации совершенно, которые урегулировать невозможно нам как наследство. Вот. Либо мы аннексируем, да, либо мы оставляем де-факто государство и кормим их к вопросу «это и Приднестровье, это и Абхазия, это и Южная Осетия, это наша помощь Нагорному Карабаху». То есть это нерешаемые вопросы. Галина Михайловна, давайте справедливо стирать. Заметим, что, например, Европейский Союз, особенно Франция, Германия, жалуются на то, что они кормят Грецию, на то, что они кормят Латвию, Литву, Истонию. Ничего, они жалуются, но они эти проблемы решают. Как? Даже Брексит, извините. За секундочку. Как? Они больше берут налогов со своих граждан. Латвия же ждет с ужасом, когда прекратится им финансовая помощь со стороны Европейского Союза. Они думают, господи, а дальше-то что? Нет, она не прекратится, потому что есть механизмы регулирования этих вопросов. Они не самостоятельны тогда, ужасно. Они отдают по собственному желанию часть своего сурвенитета на наднациональный уровень. Продают, Галина Михайловна. Нет, отдают, потому что их мечта была вступить в Европейский Союз. Вмена на деньги. Это была мечта, это мечта единой Европы. Каждый десятый латвиец рожден в Лондоне, Галина Михайловна. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Пусть ездят туда-сюда. Стране-то хана. Очень будет хорошо. Научатся в Лондоне, приедут и будут работать в Латвии. Приедет в Латвию? А почему нет? Есть такие люди, которые возвращаются. Оттуда не возвращаются, Галина Михайловна. Нет, это у вас. Вы, наверное, там не были никогда. Большой раз отвернулся к себе, а вот эти уже не возвращаются. Денис Валерьевич. Ну, дело в том, что в свое время, как ни странно, Ленин в своей работе, да, то есть в краткой заметке о Соединенных Штатах Европы, очень правильно дал этому оценку. Действительно невозможно сделать единое, как бы, экономическое и союзное сообщество без единого, как бы, понимания того, что будет дальше. Там очень четкая оценка. И в данном случае Евросоюз обречен на поражение, как протогосударственное образование, только потому, что там, во-первых, а, неравные субъекты, и б, то есть, как бы, фактически это геополитическое образование направленное... Денис Валерьевич, то есть, здесь тонкость одна. Европа, Запад, он в время загнивал. Вот сколько существовал Советский Союз, столько они там загнивали. Но в итоге Европейский Союз есть, а Советского Союза нет. Существует и усуществует. Существует, существует очень удачно, кстати говоря. Но не существует Европейский Союз очень удачно. Все знают прекрасно о проблемах Европейского Союза. Ну, наверное, у нас побольше проблем будет, чем у них. Все видели, что британцы все-таки, как бы, причем это надо понимать, что не так называемая элита, то, что модно называть там правящие круги Британии, высказали все-таки за Brexit, за соединение от Европейского Союза, для того, чтобы не датировать, хотя Британия не особенно при этом датировала весь Европейский Союз, хотя была действительно одной из ведущих стран Европейского Союза. Это тоже определенное явление. Речь идет о том, что многие страны сейчас смотрят на то, что у них по факту, да, то есть теряется национальный суверенитет в угоду чего? В угоду разрушения экономики, в угоду прихода неонацистских режимов, как, допустим, это на Украине сейчас происходит. Где? На Украине хотя бы, да? Подожди, Украина не Европейский Союз. Ну как-то ассоциация с Европой, борьба за светлое будущее... Только восточное партнерство. Не надо передергать, пожалуйста. Борьба за светлое будущее с восточным партнерством, борьба за то, чтобы люди, как бы, бесконечно помирали в своей грызне, это очень плохо, это неправильно, такого быть не должно. Ну, наверное, кто стимулирует эту грызню, это немножечко с другой стороны. Ну, наверное, мы все-таки не представляем в данном случае тех, кто стимулирует эту грызню. Давайте вы не будете меня перебивать. Вы тоже не перебивали. Стимул грызни идет немножко с другой стороны. Вернемся все-таки к Европейскому Союзу и вернемся к тому, что вы называете идеология. В Европейском Союзе есть общие ценности, понимаете? Демократия, свобода, права человека, неприкосновенность частной собственности, независимые средства массовой информации, независимый суд, Гражданское общество. У нас этого общего понимания нет. Вот вы, например, ратуете за то, чтобы наша страна сменила свой курс. У нас, по крайней мере, осталась вторая глава Конституции с демократическими ценностями. Вы что, за то, чтобы отказаться от того главы Конституции? Скажите, а согласно каким демократическим в данном случае ценностям европейские страны разрушали, в частности, Францию, простите, разрушали Ливию, потом избивали тех несчастных людей, которые были беженцами. Это все европейские ценности. Я не говорю, что делала Российская Федерация, потому что я в данном случае не представляю Россию как государственное капиталистическое образование. Я говорю о том, что в Европе еще больше болезней, еще больше проблем, о которых почему-то у нас привыкли замалчивать. Денис Валерьевич, не кажется ли вам, что, например, Российская Федерация может быть несколько привлекательнее, если отказаться от какой-то единой идеологии, когда всех под одну гребенку? Российская Федерация, естественно, привлекательна. Как страна, как социокультурное сообщество, абсолютно самодостаточное, богатое и притягивающее к себе другие народы, хотя бы за счет своего расположения. Тут говорят, что Россия европейская страна, но уже чисто географически в данном случае она простирается между Востоком и Азией. В этом ее уникальность. Поэтому она впитала в себя большое количество культур. Вы настаиваете на том, что должно быть идеологическое однообразие, и тогда мы что-то построим. Я настаиваю на том, что должно быть идеологическое однообразие. Я считаю, что общество должно быть справедливым, оно должно быть по-настоящему демократичным, а это возможно только при смене системы, когда не будет крупной частной собственности, когда будет собственность на средства производства. Это идеологическое однообразие. Это не идеологическое однообразие, это возможность равного развития всех. Вы говорите, все должны веровать в левую идею, тогда у нас все получится. Политический плюрализм, он возможен, и к этому необходимо стремиться. Партии могут и должны быть разными для того, чтобы у России всегда был выбор. Но система должна быть справедливой. То есть у партии не должны воровать голоса на выборах, за партией должны голосовать не одна треть общества, а все-таки приходить хотя бы две трети общества. Почему с Галиной Михайловной? Мы все-таки оппоненты в данном случае. Галина Михайловна говорит, что Советский Союз развалился, потому что вот люди не захотели жить. Это все неправда. 80% почти граждан нашей страны, Советского Союза, я все-таки родился тоже еще в Советском Союзе, высказались на референдуме 17 марта за сохранение. Трое преступников, и об этом нужно не забывать и говорить. Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали, вот мы в канун этих дней находимся 8 декабря. Посмотрите, существовали при Советском Союзе подпольные национально-освободительные движения практически везде. Арцах в Армении, украинские националисты, которых вы так не любите, все Балтийские республики, азиатские республики, везде были эти движения. Ведь как только Советский Союз начал распадаться и КПСС отказалась от монополии, шестая статья Конституции была отменена, ну вы не помните, молодой человек еще был, в детский сад ходили. Я историю учил, простите. Знаете, у нас тоже, как говорят ученые, разные исторические нарративы. Для вас существует одна история, а для человека с либеральным взглядом эта история совершенно другая. Для вас, например, Сталин эффективный менеджер, да, а для нас он кровавый палач. Нет, Сталин для меня эффективный правитель, менеджер для меня не существует такого слова. Пускай там десятки миллионов людей убил, только 1937-1938 год, 800 тысяч расстрелов. До сих пор это все не выяснено. Да, Галина Михайловна, просто вынужден уточнить, когда вы говорите о подпольщиках, вы к чему это вспомнили? Я вспомнила это к тому, что уже зрели силы, которые подрывали вот то самое единство Советского Союза. Я сейчас напомню тогда, сейчас в подполье фактически на Украине коммунисты находятся. Тоже силы, знаете ли, загнанные куда-то под пол. Вы знаете, посмотрим, потому что эффективные коммунисты, они, как правило, эволюционируют и становятся социал-демократами, все-таки современная партия. Потому что сейчас говорить о пролетарской революции, ну, как-то немножечко это смешно, и история показала, что этот путь абсолютно неэффективный. Это тупиковый путь и экономический, и политический, и в отношении собственных граждан. Галина Михайловна, сейчас Денис Зомер. Эффективные коммунисты и социалисты, основное подтверждение их эффективности, это при любом плане борьбы, они приходят к власти и поддерживаемой людьми. Вот это позиция эффективности в коммунистическом движении. Ну, что же коммунисты сейчас у нас не у власти? Ну, значит, пока у нас неэффективные коммунисты. И в данном случае я, как представитель одной из партий, это признаю. Нам еще предстоит создать коммунистическую партию, которая победит, а коммунизм обречен на победу. Уже один раз побеждала. Я понимаю, что мы друг друга можем перебивать, и вы правильно заметили, что этого делать не стоит. Значит, тут момент очень важный. Дело в том, что так называемые по нынешним определениям элиты, в том числе и в Советском Союзе, стремились к чему? Уже под конец Советского Союза после отмены статьи номер 6 Конституции. Это к забору собственности. Собственности, которая, по сути, не могла принадлежать в стране, где было абсолютно народное хозяйство, никому. Чтобы стать эффективными собственниками, они начали приватизаться. Основу для которого, кстати, положила не украинский акт, который недавно тут праздновался неким государством под названием Украина. Первый акт был произведен РСФСР. По сути, это был удар в спину, когда 12 июня 1990 года была принята декларация о госсуверенитете, основной целью которой это был вопрос в последующих актах о возможности приватизации. Про прошлое, Денис Валерьевич, нас интересует будущее. Понимаете, в данном случае строить будущее можно только разобравшись в прошлом. И в данном случае вся вот эта нынешняя правящая братья, она и берет начало вот тогда, с 12 июня 1990 года, последующими путями предательства собственного народа, забора собственности, и принятия абсолютно антинародных законов, а в дальнейшем и бойними на территории бывшего Советского Союза. Будь то Чечня, будь то войны на территории Приднестровья, это тоже, безусловно, последствия вот этого гигантского крушения. Вы знаете, был другой вариант истории, к сожалению, мы не пошли этим путем. В свое время Явлинский в своей программе 500 дней предлагал совершенно иной вариант приватизации. И в чем я соглашусь со своим визави, да, к сожалению, наша бесстыдная политическая элита захватила основную часть собственности в ходе криминальной приватизации, пострадали все остальные граждане. Эта ситуация у нас не улучшается, но можно было сделать по-другому. А союз-то сохранить можно было или нет? Нет, нет. В этом виде нельзя было, можно было сохранить союз экономический, на базе экономического союза постепенно строить новые отношения на основе общих ценностей и частной собственности. Сто разов спорим о будущем союзе, что это будет и нужно ли это.